Всем привет, с вами Кирилл, а вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Amazon Holy Play. Сегодня будет интересное видео, как вы знаете, добавили новый тюнинг, а именно спойлер на машины. Список, конечно, машины, которые вы можете поставить спойлер, довольно-таки небольшой, но сегодня я покажу, на какие машины я поставил спойлер, как вообще это выглядит, сколько это стоит. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что моя цель до лета добить 23000 подписчиков. Поэтому, кто не подписан, просто возьмите и подпишитесь на канал. Если у вас кнопочка подписаться красная, то нажмите на неё, чтобы она была серая, и всё у вас будет в жизни заебись. Поэтому, пацаны, не забывайте подписываться на канал. Также у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50000, на десятом уровне вы получите 100000. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холиплей. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, зашёл я поиграть на Мазин Холиплей, заходил целый день, но я знаю, что добавили новый тюнинг на машины, именно спойлера. Сейчас поедем в истов, посмотрим, потому что я спойлер видел только на скинах. И сейчас хочу поехать поставить на какую-то из своих машин, и вообще посмотреть, сколько это стоит, потому что, ну, я даже не знаю. Возможно, это стоит 100 тысяч, возможно, миллион, короче, я не знаю. Сейчас возьмём на рамурку, скорее всего, и на неё поставим спойлер сначала. Я решил это сделать сегодня, потому что, мало ли, ещё тюнинг уберут. Сейчас, короче, надо будет ещё поехать в банк, оплатить логи, потому что я, повторюсь, вообще сегодня не заходил. Вот, буквально первый раз зашёл за весь день, и решил сразу записать видосик, потому что, ну, новый тюнинг, это всегда интересно. Самое интересное, это, там спойлер вообще один или нет? Потому что мне в беседу скидывали скрины, и там у всех постоянно одинаковый спойлер был. И вот, где интересно, он там один есть, или там, ну, хотя бы 5 штук, может быть, 10. Кстати, вот, чели-конисты, даже спойлер, возможно, их вообще убрали, потому что-то я вот ехал, никого даже спойлер не видел. Либо они очень дорогие, либо их, короче, убрали, потому что я не знаю. Сейчас поедем узнаем, поедем в самое ближайшее 100, не буду когда там далеко ехать, в принципе, без разницы. Я думаю, цены практически везде одинаковые. Так, бочком залетаем, чисто как нормальные пацаны. Чуть-чуть промазал, ничего страшного. Так, заезжаем, ага, охуенно, заехал, просто, блядь, машину свою буду видеть нормально. Обратно то же самое, заебись. Ещё раз, отлично, наконец-то, с третьего раза у нас это получилось. А как его, блядь, нормально посмотреть? Так, я понял, всего 4 спойлера есть, как бы. Ну, типа, я видел у всех такой спойлера, стоит такая лавка огромная. Ну, блядь, как его нормально, после как я машину могу повернуть? Вот это не продумано, на самом деле, потому что я не вижу, как он выглядит вообще на машине. Размер я его вижу, но как он сзади выглядит, как мне посмотреть? Алё, можно как-то камеру было сделать, чтобы в жопу было видно? Блядь, ну такую лавку ставить огромную я не хочу, типа, ну, это перебор будет, реально. Кстати, список машин, на которые можно поставить этот тюнинг, я на экране покажу вам. Если у вас есть такая машина, то вы сможете поставить на неё спойлер. Вот это я точно ставить не буду, блядь. Нихуя не видно нормально, ну пиздец, блядь. Ну как реально? Ну это вообще пиздюлька маленькая какая-то непонятная. Ну это тоже какая-то хуйня. Сколько, блядь, он стоит? Лям-200, вы серьёзно? Вы сейчас, блядь, серьёзно? Лям-200 просто за спойлер? За спойлер, блядь, лям-200? Вы серьёзно сейчас? Это не одинаково вообще стоит? Да. Ладно, я поеду в ещё одну из сток, которая в Южном находится, потому что, ну, вдруг там дешевле, блядь. Ну лям-200 спойлер? Да чё за пиздец просто, реально. Я по-другому не могу сказать. Чё, блядь, так дорого? В реальной жизни спойлер лям-200 стоит? Вы серьёзно? Типа, чё за бред? Короче, пацаны, ситуация следующая. Я попросил владельца СТО Батырева сделать скидку мне. Ну, на весь тюнинг, короче. Потому что давать лям-200 за спойлер, я ебал, если честно. Тем более, я хочу поставить на все машины, на которые я могу поставить спойлер. А давать, блядь, за каждую тачку лям-200, сами понимаете, это пиздец. Потому что, ну, такие бабосы отдавать за какой-то вонючий спойлер. Да ебаный в рот, сука, ты можешь заехать с первого раза, блядь. Ёбаная хуйня, блядь. Вот заметили, именно с третьего раза заезжает. С первого, со второго, нихуя. Вот с третьего, блядь, заезжает, нахуй. Так, давайте тюнинг, нахуй. Ещё лавочку пизданём себе. Ну, блядь, вот эта сильно большая, типа, ну, 360 тысяч. Ну, блядь, хоть что-то, знаете, но. Более-менее по-божески. Ну, блядь, чуть-чуть колхозненько, конечно, но. В принципе, нормально. Но вот то, что длинный такой, это уже пиздец. На самом-то деле, это очень большой. Не, ну, всё равно, пацаны, неплохо, я считаю. Типа, вот этот спойлер мне более-менее нравится. Да, я считаю, что это колхозно всё равно. Но, блин, надо чем-то выделяться. Все ставят длинную лавочку. Я поставлю такую более-менее маленькую, такую среднюю. Короче, поехали за остальными машинами. Я показывать вам весь этот процесс не буду, потому что я сейчас буду ездить просто туда-сюда. Когда поставлю уже на все тачки, я вам уже покажу. Итак, пацаны, я, короче, закончил с тюнингом. Я поставил тюнинг на три машины, получается, на М5, F90, на Ешку поставил и на вот эту Бэху. Я считаю, что спойлер самое нормальное именно в этой Бэхе. Потому что он ей идёт. Вот эта большая лавка просто. Она очень идёт в этой машине, потому что, ну, М3, чисто в такой раскраске, дрифтовой, якобы. Дисочки прикольные. Ну, типа, вот этот спойлер нормально смотрится, как бы. И мне он понравился. Но то, что я на Ешку спойлер поставил, блядь, ну, колхоз колхозом, пацаны. Но пока что я убирать его не буду. Я извиняюсь за ваши глаза, но, да, колхоз. Тут именно само вот это крепление колхозное, видите, блядь? Вот эта хуета, блядь, она сильно колхозная и сильно выделяется. Вот, а так, спойлер в целом нормальный. Ну, типа, по зазорам даже, видите, ну, он не сильно выпирает. Ну, типа, нормально. Как бы, спойлер, у него форма такая, как у жопы, видите, закруглённая. Если бы не вот это крепление, вот это именно, было бы нормально. Ну, пусть стоит, в принципе, похуй, я на Ешке даже не езжу. Просто решил поставить, чтобы было. Ну, я когда только увидел скриншоты, я хотел на спойлер поставить вот этот на эту машину, и всё. В планах там поставить на БМурку у меня не было. Спойлер, ну, здесь он нормально смотрится, чисто, знаете. Ебать, она села, нахуй, поднимайся, родная. Хули ты села? На остальные машины я не могу поставить, типа, ну, на елик, по-моему, нельзя поставить. Типа, я смотрел список, там некоторых машин вообще даже нету. Там, по-моему, даже, они в 90-м есть. На Е60 я тоже, не знаю, можно поставить спойлеры, нет, но если даже можно, я ставить не буду, потому что мне этот кузов и так нравится. Типа, ну, спойлер здесь будет вообще не в тему, если сюда его поставить. Я бы на Чироки бы поставил спойлер, какой-то такой небольшой. Вот сюда бы, было бы прикольно. Но, по-моему, на старые Чироки можно поставить, на новые Чироки нельзя поставить. Ну, на Бугатте тоже нельзя спойлер поставить. Ну, короче, пока что мало машин, на которых можно поставить спойлер. Ну, в принципе, и за это спасибо. Все пацаны, всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Пишите свое мнение в комментариях В принципе стоит, оно того не стоит Типа, кто поставил спойлер Тоже можете написать об этом В комментариях, и напишите на какую машину Вы поставили спойлер, мне будет интересно Почитать, ну а я сегодня Потратил 2 ляма, спасибо Большое владельцу 100 батареев за то что Сделал скидочку, потому что Если бы он не сделал скидку, я просто бы прослав Все деньги просто на эти спойлера А так я хотя бы немножко сэкономил Поэтому большое ему спасибо Все пацаны, всем пока-пока